Громче в прямом эфире новостя! Около микрофона переминаются Макар Марковкин и Сяпан Сундуков, здрасте! Кто еще спит, кто уж одетый, послушайте новости со всего света! Российские новостя! Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Тверской вагоностроительный завод попробовал себя в роли вагона вожатого. Я так понимаю, что вопрос о замене правительства уже решен. Во время поездки Медведев усмотрел цеха предприятия, а также новые образцы техники. Получается, что бы правительство ни делало, а заводы все равно работают. Внимание премьера привлек новый трамвай «Витязь». Судя по названию, это должен быть трамвай-внедорожник. Сначала Медведев посмотрел его снаружи и прошел по салону, а потом зашел в кабину, сел в кресло водителя, закрыл двери и проехал. Управляет трамваем несколько метров. Когда все на рельс поставлено, даже члены правительства успешно управлять могут. Продолжаем российские новостя. В рамках программы импортозамещения, а также развития отечественного туристического рынка, в Краснодарском крае намерены развивать винный туризм. Сложновато будет. Российский турист привык заливаться крепким алкоголем. И градус понижать не станет. Решено разработать систему взаимодействия с туроператорами, рекламу винодельских хозяйств, устройство подъездных путей к ним, размешение на дорогах баннеров. Но это все лишнее. Достаточно пустить слушок, что в Краснодарском крае на халяву вино разливают. И народ сам все найдет. Также планируется ежегодный праздник вина. Ага, спаренный с праздником поправки здоровья на следующий день. Духом ужасный в одежде, грязной похмелья ж зубы стучат. Вот такие российские туристы отовсюду на праздник летят. Ну вот и все, что будет дальше, потом расскажут новости.